Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока – общие настройки Joomla 4. Итак, с фронтальной части сайта вы можете перейти в данные настройки – общие настройки, если вы вынесли сюда быстрый доступ к кнопку, либо это система общей настройки. Я буду рассказывать и показывать общие настройки, начиная сверху с параметров сайта. В процессе объяснения я буду акцентировать свое внимание и показывать сразу на практике настройки Joomla в некоторых местах, исходя из своего опыта. Все настройки, которые будут настроены здесь, в главных параметрах, будут относиться ко всему сайту. Итак, давайте начнем. Блок «Параметры сайта». Название сайта. Это то название, которое мы с вами вписали, когда мы устанавливали Joomla. Здесь его можно поменять на другое, если что. Это, по сути, главное название, главный тайтл сайта, который фигурирует не только здесь в админке, но он может фигурировать в других местах сайта. Например, подставляться в конце каждой страницы вашего сайта. Чуть позже наглядно посмотрим. Дальше. Сайт выключен. Сайт выключен, по умолчанию отключено. То есть вы видите, что сайт у нас реально, вот он, он доступный. Это нужно, если сайт находится в разработке. Люди знают, что есть такой сайт, могут переходить, и вам нежелательно, чтобы они видели, что сайт в разработке. Или на сайте ведутся какие-то технические работы. В таком случае здесь вы можете временно включить, так сказать, страницу заглушки. Все пользователи сайта будут ее видеть. Соответственно, вы, как администратор сайта, будете видеть сайт в том виде, в котором он у вас есть. То есть, включая этот ползунок, появляются новые параметры. Вот при этих даже настройках, которые сейчас стоят, давайте сохранимся, чтобы вы понимали, наглядно покажу, как это выглядит. Вот, как будто бы я зашел на сайт, как неавторизованный пользователь. Если я обновлю страницу, вот такая вот симпатичная страница заглушки будет видеть каждый человек. И, естественно, он не сможет авторизоваться, только администратор сможет здесь войти. Соответственно, здесь можно стилизовать под себя, под свой дизайн, даже страницу заглушки. То есть, вы, как администратор же, можете войти, и, естественно, вы будете видеть сайт в том виде, в котором он есть. Теперь про внешний вид. Если мы оставляем сообщение при включенном сайте, у нас же здесь есть сообщение, сайт закрыт на техническое обслуживание. Пожалуйста, зайдите позже. Выбрать изображение. То есть, это брендировать ту самую страницу заглушки. Давайте посмотрим. Подставляется логотип. Ну, сейчас я просто подставил логотип Joomla. На самом деле здесь может быть ваш логотип. Далее здесь есть варианты скрыть. Давайте сразу наглядно посмотрим. Скрывается текст, который был написан, что мы там скоро откроемся. Соответственно, вот это вот Cassio Pio, это название этого шаблона по умолчанию, встроенного шаблона, по сути, в Joomla. Это название тоже можно менять. Но мы не дошли еще до этого урока. Когда мы будем разбирать Cassio Pio, мы сможем поменять это название на свое. То есть, здесь может быть просто свой логотип. Тогда здесь вот эту картинку Joomla можно не загружать. Также здесь есть вот этот вариант, пользовательское сообщение. Если выбираем, появляется возможность прописать свой текст на страницу заглушки. Сайт закрыт, на техническое обслуживание, пожалуйста, зайдите позже. То есть, вы можете сами здесь указать свой текст. Эти настройки мы разобрали. Этот параметр я выключаю, чтобы сайт был доступен. Следующие иконки редактирования у вас будут ставить модули, и будет выбор нет, модуль и меню. Я сразу наглядно покажу. Когда вы авторизованы на сайте как администратор, то вы будете видеть вот такие вот иконки редактирования элементов сайта с фронтальной части сайта. То есть, кликнув по карандашку, прямо во фронтальной части сайта, я открыл сейчас модуль на редактирование модуль Bradcrumbs. Крошки сайта. Мне кажется, это дело привычки. Я не привык редактировать с фронтальной части сайта. Может быть, кто-то привык. И никогда не редактирую сайт так. Редактирую всегда из админки. И, чтобы вы понимали, авторизованные пользователи, если будет такая возможность у вас на сайте регистрироваться на сайте, то есть, там же есть еще права пользователей. И вот, естественно, у простого пользователя будут права просто зарегистрированные пользователи. А у вас администратор права на ваш сайт, то есть у вас полные права на ваш сайт. И понятное дело, что вот эти иконки не будут видеть ваши пользователи вашего сайта, даже если они авторизуются на сайте. Но вот мне они мозолят глаза, я этим не пользуюсь, и вы это можете отключить. Здесь либо модули меню, но разницы особо я не заметил, это тоже связано с этими иконками редактирования. Я это отключаю, иконки редактированные нет. И даже я администратор не буду видеть эти иконки здесь, вы видите, я их отключу. Следующая опция, редактор по умолчанию, редактор тени МСА. И здесь есть выбор, нет редактора, без редактора, и код миру, другой редактор. Чтобы вы понимали, это тот редактор, который помогает вам, упрощает вам писать статьи, выделять текст жирным, наклонным, ставить якоря. И там много чего еще, мы еще дойдем с вами. Будем подробно разбирать этот редактор. Но чтобы вы понимали, где он отображается, для тех, кто совсем не в курсе. Например, в статьях. Я сейчас открою в новой вкладке браузера, чтобы не закрывать эту вкладку. Вот эта часть, это и есть редактор. Вот еще дополнительные кнопки данного редактора. Это я открыл создать статью. Данный редактор также может фигурировать в других местах сайта. Например, при создании модуля HTML код модуль и других местах сайта. В каких-то случаях, возможно, его можно отключить вдруг, если это потребуется. Как это будет выглядеть на сайте? Если я отключу и сохранюсь, и обновлю страницу редактирования, ну, создания статьи, вы видите, пропали все иконки редактора. Мы его отключили. Также здесь есть другой некий редактор. Давайте на него взглянем. То есть, по сути, это даже не редактор, да? Разновидность кода. То есть, например, писать код и видеть строки и кнопки внизу. Дополнительные кнопки, например, добавить какое-то изображение. То есть, мы видим, видеть будем здесь именно код. Как это выглядит в коде. Чтобы вы знали, многие люди используют сторонние расширения. Многим нравится на замену вот этого TinyMCA. То есть, многие пользуются вот этим редактором. Я тоже им пользуюсь. Но можно и заменить. Установить сторонние расширения. И, кстати, не одно. Их там несколько вариаций есть. Более, например, мощный редактор, более удобный. То есть, здесь это можно заменить. Я сохраню настройки с редактором TinyMCA. Следующая опция CAPTCHA по умолчанию. И у нас здесь нет выбора. CAPTCHA это защитный код CAPTCHA от спам-ботов. Например, при написании комментариев на сайте или при заполнении контактной формы на вашем сайте можно включить эту CAPTCHA, чтобы избежать дополнительной спама на ваш сайт. Мы его сможем здесь увидеть только при включенном плагине CAPTCHA. На сайте Joomal 4, если мы пройдем в плагины, то мы увидим два отключенных плагина CAPTCHA и CAPTCHA, которые нужно настроить. И CAPTCHA невидимая CAPTCHA, которую мы тоже разберем в модуле про уроки именно по плагинам. То есть при настройке плагина и включении его здесь у вас появится выбор, чтобы в глобальных настройках для всего сайта включить CAPTCHA. И она будет появляться во всех нужных местах вашего сайта. Контакты на сайте и другие места, где она требуется. Не рекомендуется ее включать, если на вашем сайте нет спама. Не сыпется спам, потому что это лишняя преграда для ваших обычных пользователей. То есть это надо включать только, когда вас достают реально спамом. Дальше уровень доступа стоит по умолчанию паблик, публичный. Можно выбрать гост. Это гость для гостей, зарегистрированный special, специальный, супер юзер, супер администратор. То есть мы можем выбрать уровень доступа по умолчанию для нового контента, то есть для статей вашего сайта, пунктов меню и других элементов, созданных на вашем сайте. То есть когда мы создаем статью на сайте, она сразу по умолчанию будет для всех пользователей. То есть кто бы ни зашел на сайт, может прочитать вашу статью, увидеть вашу статью. Вы можете по умолчанию для всего сайта выбрать, чтобы, например, все было доступно только для зарегистрированных пользователей. Но вы должны понимать, что при создании статьи или пунктов меню и других элементов сайта, непосредственно в пункте меню или в создании статьи вы можете ту или иную статью или тот или иной пункт меню назначить уровень доступа, то есть в самой статье. Здесь назначается именно по умолчанию для всего сайта. Я это не меняю. Оставляю публичный. Вы здесь уже сами решаете, как вам удобно. Далее, длина списка элементов на сайте. Это все то, что вот здесь у вас будет по умолчанию 20 стоять. Это плагины, это статьи. То есть разбивание, по сути, на страницы. Если будет очень много статей, чтобы длинная страница и долго не загружалась в админке сайта, у вас потом появится такая постраничная навигация. То есть везде это будет. Где модули, где статьи, где плагины, пункты меню, если их много. Вот вы видите, разбивается по 20. Но вы можете выбрать отображать все. Тогда страница будет длинная. И внизу постраничной навигации не будет. Вы можете по умолчанию выбрать, например, отображать по 50 элементов на сайте. Давайте посмотрим. Вот, например, я зашел в пользователи. Вы видите, здесь стоит цифра 50. На странице будет по умолчанию 50. Также это будет и в статьях. Просто сейчас статей нет и везде. Вот я зашел в модули. Тоже 50. Длина ленты новостей. Следующая опция – email. Ленты новостей стоит нет. Но это у нас относится к RRS-каналу, к устаревшей вообще такой технологии, которую можно с сайта. Здесь вот в данный момент RRS сейчас отключена у меня. Не знаю, кто это еще использует. Но опция звучит так. Здесь можно выбрать email автора, email сайта, который будет отображаться в ленте новостей. Лента новостей RRS и Atom включают адрес электронной почты автора. Выберите адрес электронной почты автора, чтобы использовать адрес электронной почты каждого автора из диспетчера пользователей. В ленте новостей. Следующая опция по умолчанию включена блокировка флаг. Что такое флаг? В настоящее время в браузерах внедряется технология флаг, которая предназначена для отслеживания пользователей в сети интернет и сбора информации без использования сторонних файлов куки. Вы можете подробно об этом прочитать в интернете про этот флаг. То есть такое себе занятие, что с вашего сайта браузеры будут собирать информацию. Естественно, мы это оставляем включено, чтобы с нашего сайта без нашего ведома никакие данные не собирались. Рассмотрим следующий блок. Параметры метаданных. Метаданные это информация, которая не будет отображаться на фронтальной части сайта. Метаданные это информация для поисковых систем. Это SEO-оптимизация сайта. И, например, первое поле метадагдискрипшн пустым оставлять нельзя. Нужно заполнить это поле. И, кстати, внизу даже будет описать сколько символов, когда вы будете текст набирать. Здесь идет подсчет. Это очень хорошо. Чтобы больше 160 символов вы не написали. Эта информация должна попадать в сниппет поисковой выдачи Яндекса и Гугла. Метадискрипшн это, по сути, описание вашего сайта. В который должны быть включены ключевые слова. Ключевые слова, которые, в свою очередь, должны попадаться в разных местах на вашем сайте. Если это блог, интернет-магазин, то должны попадаться. Например, возьмем предложение. Молочный комбинат в городе Ульяновск. Значит, молочный и все слова-синонимы и склоняемые словом молоко, комбинат, должны встречаться на фронтальной части вашего сайта. Сейчас я сделал небольшое отступление немного в другую тему. Все оптимизацию сайта. Так как эти моменты между собой очень плотно пересекаются в данном случае, в этом видео и в этом моменте. Я не могу не рассказать об этом. Ну и долго затягивать я это тоже не могу, потому что там можно писать отдельный видеокурс огромный по все оптимизации сайта. Просто здесь два, там три предложения. А писать нужно, о чем ваш сайт. Пустым оставлять поле нельзя. И это здесь для всего сайта. У нас же будет много страниц, например, на сайте. Будет действовать для всего сайта. Но вы сможете для каждой отдельной страницы прописать метод так description. Для каждой отдельной статьи вы сможете прописать. Если вдруг вы там не пропишите, то будет действовать по идее метод так description для страниц, не заполненных. Это общее описание всего сайта. Движемся дальше. Метод так робот. Тот робот, о котором мы говорили ранее. То есть здесь вы тоже можете управлять, по сути, глобально этим моментом. И изначально у нас выбраны индекс и фолу. Индекс и фолу. Индекс это метод так для Яндекса, фолу для Гугла. Говорящий о том, что индексировать и следовать. То есть ваш сайт будет нормально индексироваться поисковыми системами. То есть мы здесь ничего не меняем. Но если вам нужно, например, поставить тег noindex, не индексировать, не переходить для Яндекса. Фолу для Гугла все свободно. То есть именно закрыть по сути сайт от поисковиков, от поисковика именно Яндекс. Но для Гугла оставить открытым. В каких-то, если условиях это нужно, то вы можете выбрать. Дальше, следующий параметр. Индекс открыт для Яндекса, но nofollow закрыто для Гугла. Тоже при каких-то условиях. И полное закрытие от индексации сайта. Noindex, nofollow. Это не гарантирует, что сайт не будет индексироваться вообще. Но, скорее всего, не будет индексироваться. Сайт будет существовать. И для каких-то случаев, условий, вы не хотите, чтобы он был. То есть этот частный сайт можно закрыть от индексации. Далее новый метатег rights, которого не было в Joomla 3 серии. Который звучит так. Права на контент. Опишите, какие есть права на контент. Контент, который будет использоваться на вашем сайте. Это поле можете не заполнять, если это контент ваш. Либо, если действительно он как-то подтвержден, что вы имеете права даже на ваш контент. И вам есть как бы как это указать, расписать. Это тоже для поисковиков. То можно здесь это указать. Дальше. Метатег автор. Показать. То есть это тоже будет показан только в коде. Автор. То есть автор. Вы можете подписывать свои статьи как имя, фамилия, как просто кличка и так далее. Или какой-то танический логин ваш или еще что-то. Если вы хотите его отображать в коде. Для поисковиков это нормально. То есть это больше уже для блога. Если вы ведете блог на сайте. Версия Joomla. Скрыта по умолчанию. Если будет включено, то будет показана в коде версия Joomla. Вообще лучше не показывать никому. Потому что если в код залезут и посмотрят, что в версии Joomla вы вовремя не обновились. Увидят старую версию Joomla. И этот человек будет знать, что у этой старой Joomla знает, где находится дырач, в которой можно залезть на сайт. То есть уязвимость. Он скорее всего примет меры, чтобы попытаться к вам залезть на сайт. Но это один из вариантов раскладов ситуации, какие могут произойти. Не знаю еще для чего. Скрывайте версию Joomla. Рассмотрим следующий блок. Параметры SEO. Один из самых важных блоков и настроек вашего сайта. Первый параметр «Включить сэрф» у нас в положении «Да». Если вы хотите, чтобы у вас были красивые ссылки, чтобы это было в SEO дружественные ссылки, то есть хорошо поисковые системы относились к вашему сайту, а значит и индексировали ваш сайт. Красивые ссылки – это у нас вот когда мы ходим по менюшкам, по статьям. Но дело в том, что сейчас у нас сайт голый, есть по умолчанию создано только меню «Главное», с которой будем работать. То обратить внимание нужно на ссылки. То есть здесь будет длинная ссылка, например, если мы зайдем в какое-нибудь меню или статью с некрасивыми там иероглифами, ID и другими параметрами. Как раз в этом блоке мы сможем настроить красивые ссылки на нашем сайте. То есть сэрф мы оставляем как есть включен. Дальше. Перенаправить URL. Я тоже рекомендую это включить. Но если мы это включаем, то нам нужно выполнить некое условие. Перед включением параметра переменуйте файл htcs.txt в точку htcs для сервера Apache. То есть для многих это будет непонятно. То, что на хостинге у вас используется Apache, практически на всех хостингах используется Apache, поэтому для нас нужно этот файл переименовать. Вам нужно пройти в панель вашего хостинга, в корневую папку вашего сайта. Так как мой сайт находится у меня на компьютере, то есть на локальном сервере, я захожу через Total Commander, через программу бесплатную. Захожу в папку со своим сайтом, нахожу файл htcs, вот здесь видно, что это txt, два раза мышкой кликаю по нему, чтобы я мог его редактировать. Удаляю txt и точку, и точку я ставлю в начале htcs. Ставлю точку и нажимаю Enter. Захожу через Total Commander, потому что через эту программу на компьютере я могу поменять этот файл. Как сейчас вы видите, я это сделал. Просто так зайти в папку с компьютера, скорее всего, у вас не получится поменять этот файл, если вы тоже сейчас будете тестировать, и у вас сайт тоже находится на локальном хостинге. Поэтому воспользуйтесь этой программой Total Commander. Итак, файл мы заменили. Возвращаемся в настройки нашего сайта. Здесь перенаправлять URL. Сохранить. То есть это я рекомендую сделать в начале создания вашего сайта, до того, как вы добавили ваш сайт в поисковики. Яндекс и Google. То есть когда начнут поисковики, ваш сайт уже индексировать. На начальном этапе. Что происходит с сайтом? Например, если я перейду на главную страницу, здесь вот индекс будет подставляться. Например, если я сейчас его уберу и перейду еще раз на главную, то индекс, например, уже скрылся. Его не нужно отображать в ссылке. И ссылки станут более красивые. Сейчас у нас нет статей, чтобы мы могли посмотреть, например, ссылку, путь до категории и до статьи. Но уже видим, что индекс вот здесь из ссылки исчез. Благодаря включению перенаправлений URL. Добавить суффикс к URL. Это уже включать, я думаю, не нужно. Это удлиняет ссылку и говорит о том, что это HTML-страница. И подставляется к ссылке. Альясы в Unicode. Я это не рекомендую включать, но объясню, что это такое. Когда у нас этот параметр выключен, при создании статей, при создании пунктов меню. Везде, где вы на сайте создаете, и у вас будет создаваться некий альяс, псевдоним вашего названия меню, например. Вот я зашел в пункт меню главное. Например, я его только создаю. Но у вас по умолчанию там пункт меню home будет. Можете тоже зайти посмотреть. Переименуем главное. Альяс я здесь удалю. Потому что при сохранении страницы альяс автоматически прописывается в Joomla. Как я уже сказал, для статей все то же самое. Нажимаю сохранить. Сейчас работает это правильно. Русские названия. Но альясы никогда не должны быть на русском языке. Это и есть псевдоним пункта меню. Это правильное положение дел. И это будет все в ссылки попадать. А значит будут видеть поисковики. И такие поисковики ссылки читают хорошо. Но если вы переименуете здесь глобально альясы в Unicode и сохранитесь. То все последующие создания страниц, редактирования страниц, когда вы вычищаете альяс, создаете там статьи. Например, наглядно вам показываю. Сохраняю статью. И Joomla прописывает тоже на русском альяс к заголовку страницы. Я не знаю в каких случаях, для каких сайтов вам это пригодится. Чтобы все ссылки были русские. Это негативно скажете на SEO-оптимизации сайта. Поэтому я не рекомендую включать альясы в Unicode. Включать название сайта в заголовок страницы. Это вот как раз вернемся на самый верх. Название сайта, title вашего сайта. Если вы хотите, можно включить до, но обычно это после. Название страницы. Давайте сохраним. И посмотрим на сайт. Это отображается у нас с вами на вкладке браузера. И при наведении мыши на эту вкладку вы это видите. Главная черточка, видите, Joomla 4. И автоматически будет подставляться ко всем вашим страницам ваш title. Но это название сайта является вашим главным ключевым словом. Это, наверное, будет правильно подставлять его к концу, к названию каждой страницы. Включать или нет, на ваше здесь усмотрение. И последние здесь параметры на вкладке сайт. Это параметры куки. Домен для использования при настройке файлов куки сеанса. Перед доменом ставьте точку, если куки должен быть действительно для всех под доменом. И путь к файлу куки, для которого должен быть действительно файл куки. На этом мы разобрали с вами общие настройки вкладку сайт. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова